была пшеница будет соняшник промежный посев боров 50 килограмм анкерный сашник по методу Алексея Смолякова да да памятаешь был Херсонская область Миколаевская Херсонская на все семинары приезжал чтобы джорам таки красный да 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 не знаю в окупации сейчас десь пропавлен вот он сказал что після жнив верновых сием была волога есть насильная есть севалка чему не это другий рік практикую в том году посеял десь 1 вересня то он до такого стану до зимы дорез а в этом году на месяц ранее не была волога просто типо бачу что я волога так и тут тут это же прошло до 100 миллиметров репак сиять рано что робить давайте цю вологу кудись використовывать я думаю что он вымерзнет или гликосатик мой опыт частина вымерзла у нас же не было цей рік морозов таких частина вымерзла а частина залишилось но я думаю что он уже свою справу сделали круто и подивите кроме плаковых бурьян то есть два компонента злаковый и двудольный и все на биоте нема смысла спровоковать и насынье бурьянов если у нее уже достатньо тут рослинности она уже себе живление обеспечивает до зимы сэкономлю на одних достатньо бурьян это же дикие злаки правильно а хайки соби будут такие заводные а у пшеницы были злачка была особо нет а потом что они будут а все сэкономленное это заработано 50 кг ну и по грошам не так соби дорого на сень особо что там не готовилось а ты планируешь соняшник сиять какой севалкой сейчас прийдем покажу покажу посев а потом севалку уже четвертий рік так сиять я просто что бачу что есть певные борозди я за это просто питаю ничего вот это если посмотреть горох посеянный вот так по другой диагональ тоже анкером не будет колтер диск колтер диск то есть колтер в принципе сделает подготовку да прям синтеза когда она идет она конечно голову берется что она это не севалка хотя это же сейчас уже таки прискипливый до цего было до речи как пришло пришел я до молодого тела мав всю классическую технику и была севалка сезешка как мы завжди хотим забрали соняшник и хотим сиять с минимальными витратами ну дискуем в одну дисковку если это сухая земля подискували вывернули какую-то груду до что нема и нема начинаем сиять в сухе сезешка едет по этим грудочкам что сошники работают стрибают на синяя ты нервуешь и думаешь что севалка не справляется своей работой что делать что делать ждем дощу например пройшел дощу дискуем після дощу не або уже раздисковано и хотим сиять після дощу иди трактор по волокому и колеса трактору попереду прикочуете роблять усиление и сезешка в тих колесах не может заработать и ты таки думаешь я ждал дощу хотев посеять після дощу а колеса закатали надо бы еще ждать ну и короче проблема всевалки тогда мы все мы с Александром это 16 17 рік ездим по выставкам до чего ж придивляться а виробник ну на зарубеж не хватало ни грошей ни можливостей дивились на витчизняного виробника а они понавозят на выставку все что аналоги червоной зерки только под разными колорами и разными брендами ну что ж вы пропонуете воно же то же самое и тогда появились два виробника это сила запорожья и ремсинтез кропивницкий которые уже делали другие сошники которые уже начали пішли трое в другую сторону и которые уже что-то там копировали о это уже что-то интересное я поехал на завод в запорожье поделился на их виробництво поделился и таки сделал выбор в сторону ремсинтеза до речи у меня другой порядковый номер севалки другий три еще то есть только она появилась и я ее почти с выставки и забрал когда я стал сеять я стал понимать что у меня другие возможности я вообще в сторону нового тела не смотрелся это пан Александр меня что-то там склонял и я говорю то воно мне не цікавится и мне бы я что-то классная вещь такая блин тогда я смотрю что у меня есть другие возможности и я после первых же жнив куплю герчицю и сию по стерне я отримую всходы подождите блин так она что я все дискую там получается всходы все сию просто в этот же рейк пожнивный еще и даже что-то косил я его там накосил там 2-4 тонны попугайчикам у тебя продавал подождите все який пух день 2-3 перед ну как-то так зацикавило то есть эти возможности привели меня до этой технологии сгодом я понимаю что эта конечно севалка потребует удосновления не наутильная эта севалка но она меня до нее эти технологии привела сейчас уже другие требования у меня до посеву но они есть я ее и работаю и до речи у меня 5 культур севозмений и это все одна севалка одной севалки это все и культура супер поднимемся тогда тебе еще осталось представиться олександр журавский 7 лет який район в каком ты районе працюешь ну это сейчас по новому баштанский район николаевская область а был новобужский березниговатский так ну новый бог баштанка березниговат мы так прикусником до речи уже цветет брухуса гонять будем? ну а тут знаешь таке риторичное питание если у тебя севозмений есть горох и ты сейшь его покривальним и будешь размноживать бромус в покривальней культуре или брюхус да господи брюхус то тут опять же если по прикладу Усава то в них большие площадя поля и в них и набагато простее используют природные эти все резервы когда в них баланс шкодники наездников то они там афаги а у нас еще раз наголошу это мое поле а все вокруг хлопцы обрабатывают и ни про какой баланс тут немае да потому что прийдет от соседа так очень тяжело это сделать на маленьких местах когда вокруг тебя поэтому мы заложим пока что от инсектицида так круто едем дальше палят сели было грязно потому что там таких куч понатягали в принципе это битло технологий да там спалена стерня по классике тут классика не спалена стерня и это на ухил но тут немного раньше после ну я скажу что это самое лучшее поле из тех что вы мне показали их это самое лучшее там такое загортало международие было на ну это проблема с комбайнами да не только с комбайнами ну лихвалковая зона четко выделяется ну понятно селекционы ну понятно ну по чужим полям не будем ходить а вот я когда уже ехал до этого поля прямо ну тут лучше у тебя лучше еще там дальше лучше на кукурузе звука нет нормально потому что там одни матюки ну я там уже накладу свой звук ну до речи вот эти три пуска и вот там на том бугру это сегодня не ну тут намного лучше равномернее тут пропадает один рядок забилось сигнализация и десь поля ну и тут ты лучше спрацовывал противопадалицы там лежало поле ячмин там хороший я понял что там лежало поле тут уже кращая ситуация это тоже в один день хима да просто регуляция уже была ну бачу он потянулся все равно потянулся на старте за рахунок высокой соломы ну не критично ну думаю будет еще да он затягнет тут все трешки больше потягнулся сейчас шкодников щодня приезжаю контролируешь шкодников я смотрю на них желаю им приятного аппетита потому что они меня уже замучили ну уже два раза это родовые тут глифосат раз или два тут глифосат после жми два раза я дорезку не устал пив литра эстерона было в глифосат и как раз так все равно не проконтролировал да дорезку сейчас сухое бачу сухое есть после дождя она выросла ну тут ты уже ее не поборешь ничего так что закрываем очи я даже неплохо соняшник навіть прострелили хай будет хай будет там есть в этом году фермеры оставили у них прям балковая зона соняшника полос там ничего они ему не робили при первых при морозах можно было там копиролита ничего не робили так залишили вот ты бачишь трошки что взяло ну а что плануешь тут по азоту сейчас закуплено килограмм двести килограмм двести килограмм двести сколько ты в этом году вошел на рожайность репака у меня в этот рейк не вдали репак я сказал что кусок поля я в том году поздно посеял и по стерне по ячмяню не получил хорошего развития я даже не делал регуляцию в том году потому что он не разогнался до осенья и я получил 15 см это слабенько но и живление было 100 кг я и не вкладался я бачил что поле так так собак частину вырезал а ты залишил только из-за севозмени севозмени но пока еще не платили ну как заявили а пока пока слухи есть чтобы пятерка будет ну да и наши и наши подарки сейчас никто не может продать зерно возможно люди готовы дать заднюю а пока идем еще на то поле перейдем а не нужно было вот таки а где его взять и вообще репат сюда сели без добрых потому что тут лотерея он будет или не будет если не будет то и без с ним ну знаешь не то время ну да сань это самый лучший у тебя но он тоже уже просит вологи уже скидывает листья хвороби начинаются но вообще очень хорошо падает что на этом поле падает да я вижу что вроде бы и берет а вроде бы и не берет ну немного поздно хотел поедать с инцептицидным защитом летает и лильчик все ждал уже когда будет гусень ждал ждал все день 2-3 а перед этим системник спрацованный и думаю поедаю поедаю и перетяну на тиждень так немножко нужно было раньше спрацевать ты тут 150 хизоофобом працан свекан ну и что скажешь 26 числа сегодня 5 ну грубо 10 дней должно должно ячминь точно должно возможно что из диких бурьянь может и не должно но евролайтинг допрацюем мазомоксом а еще раз может зимовая хвиля зимовая злака а именно злака может еще раз спрацюем побачим сейчас проблема это шкодники а если смешать кезолофобс и мазомоксом есть препарат гермес гермес да сам и мазомокс против злаки а его подсилюют кезолофобс но он сейчас был да нет ну ты что Саня скажешь как тебе нормально хороший красивый у тебя есть репак поедем мы уже потихоньку переезжаем с господарства господарства и не знаем даже где ваша межа это у нас тут короче добро это первую мишу побачу когда идете по телефону мне не нравится это это ячминь не лизал и тут высокий кто кто заважает это на репаку все нормально ну немного тянется не понимаешь сейчас сием анкер анкер просто разкидал землю как будто бы стерня и и и и на репаку 50 на репаку 50 а на 25 три года сиев дисковым сашником и набил себе шишки я понимаю где заминание сколько раз я получал рваные сходы и с ремсинтезом балакали балакали они сделали этот сашник я купил сразу два попробовал а тогда купил на всю севалку доукомплектировал так воно паршиво но великое сань так это же отходим от принципов нового тела я тебе скажу что вот смотри с анкером меньше разрушения чем с ремсинтезовским колтером и дабл сашником там такое раскидание где там дисковка я прикалываюсь сам я же сам туплю за анкерный сашник уже три года я тоже так на заминался репак я рассчитывал что у меня будет одна севалка а все сиять на заминался на заминался а потом еще как отримал ущильнение в верхнем шаре и ничего не мог с ним сделать то я просто теперь всем скажу что обратите внимание на анкерный сашник ну коленик сделал правильный выбор когда имеет две севалки дисков и анкер ну это много только фермеры я тебе расскажу сколько она стоит обе две севалки двадцать двадцать две тысячи долларов две севалки ну что это возможно ну мы брали старенький там рук приложили что-то доработали вставили сигнализации и нормально севалка дмс шка девяносто сьомого року и севана не гирше ну зараз новейшие они уже там больше закидают а у меня еще один каток который идет по линии посевок это может лучше чем на новых версиях ну я так думал и там приедем я понял что я попал в клуб не только на утилеров а и по ценовачам анкерного сашника потому что вы все в четыре все балакаты три мая анкерный сашник вот у Костя да Костя працюет все у одного Александра еще нет уже есть анкерные сашники да да вы у нас сколько вычеркнули я тебе скажу больше мы в трех еще даже друг друга не знали но у нас у каждого 10 лет было подравнивающий ротар и я таки анализирую и говорю мы все еще тогда хотели не дисковать мы уже хотели это как-то переработать и чтобы нам давали все мы еще одного не знали и технология еще не была но что-то такое природное было что мы не хотим я же скажу что клуб ноутилеров это клуб особенных людей которые имеют свои ну погляди на те или иначе и почему нам легко общаться потому что мы смотрим в одном направлении да мы смотрим в одном направлении и почему и таки мощные дружные да а за чаркой вообще какие друзья за сплошный посев потому что я сиял четыре года и вопрос вообще не имя никаких все чудово это что мы видим венера за несколько лет и это 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 венера они венера то дядька что вы панили пшеницы никакой фунгицидной обработки он махнул рукой не вернулся а мы видим он у нас под носом с такими нормами висела можно без фунгицин мы приезжаем на его пшеницу когда она выкладывает коло она стоит сизо лист флаговый широченный кукуруза восковый нальет какие хворобы про что можно балакать да поехал 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 олександр что тут у нас я не пойму чем по цена анкером Саня очень сильно потянулся репок очень сильно потянулся репок похоже что диск но если такое вопрос то наверное анкер но с такой количество решеток я думаю что ему тут не сладко было румом румом это поле запланировано под солнечный экспериментальный поле вот только рум немецкий варит спереди румчик сзади ротационная барана и дождь для того чтобы понимать как он будет начать а до речи для того чтобы что не м два дня назад я зайшел и понял что нужно забирать и и попрыгать и и и и и и и экспериментальный и 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 а Это поле не товарное, это экспериментальное, но если оно меня заставило, я его залишу. А чим оно мает тебя заставить его залишать? Ни хуже, потому что там поменяли насильство. Ну я. А там побачим, как оно будет развиваться. Поле про вариант посеву, про способ посеву. Чи мает оно право на жизнь? Таким способом посеву. А чем нет, если все растения размножаются таким способом? Таким способом, от чего мы уходим? От заминания, когда севаем. Экономия. Оце поле 6 гектар посевено за 40 минут. Каким другим способом вы еще так посеете? Чуть долго ты севел. Налаштовывался, два раза забылся. Ну, нужно делать на много нижний зритель. И кидать румом до жнив. Я понял. Кидать румом до жнив. Будет рано, наверное. Чего? А ты не знаешь, когда пройдут опады? Нет, я не знаю. Ты не понимаешь, когда пройдут опады, поэтому это не рано. Смотрите, я увидел, что будет дождь. Я не понимаю, какой будет дождь. И я попробовал. А дождь выпал 47 мм. Всего хватило для того, чтобы севена проросли. Эта прикатка назад той. Дуже просто. В смысле, эта прикатка ставится сюда? Ну, вот этот кронштейн. Болт вытягнул. Этот кронштейн переехал сюда. В том году не убирал, а в этот год эти все посевы рапса. Тупо анкер и больше ничего. Ты тут что-то напаривал сам? Нет, нет, это они так сделали. Оце, что не подходит, низковое состояние. Я понял. Треба, чтобы выше был. А выше, понимаешь, они сделали точную замену этого. Это расстояние одинаковое. Тогда оно будет... Ну, возможно. Прочитай нас. Если бы, например, вот я забираю эти сашники. Другой ряд. Если бы 50 было через один и во втором ряду. Чтобы шахматка. Может, было бы больше пропускных способностей. Ну, все. Другой порядковый номер. Она только появилась, и я ее забрал. А эта прикатка, это заводская такая? Нет. Это Аверсагра сделал в прикатку. У меня четыре вида прикатки. Ага. Обычное резовое колесо. Подвойное резовое, V-образное. Тогда еще один год столкнулись, когда синим зимовый горох. Очень волосый. И не спасает ни эта. Я вышел на компанию за хит-пром, по-моему, Ивана Франкевська. Они занимаются бандажами. Вот они говорят, у нас есть новинка. Они его называют суперфлекс, я сейчас запомнил. Очень геть мягкая. Например, по твердому грунту она быстро сносится. А по мягкому... Она не налипает. Она не налипает. Она не налипает. И я у них тогда купил. Это до войны было, тогда было еще недорого. И она такая мягенькая, геть мягенькая. И нам дает возможность сеять поздно, когда мы, например, листопад месяц. А нужно сеять горох. Я чего не люблю ранние яркие культури. Потому что нужно залазить в поле. Рано. И в незрелый грунт. Закатываем. Топчем, закатываем. Деякие хлопцы кажут, что для ноутила можно и по Бузницкому кормить. Вот только из-за этого, что по незрелому грунту кататься слід у слід, я противник этого. Поэтому использую КАЗ. Ремсинтез довольно таки прислушались. Вот они сразу приехали запускать севалку. А я уже начинал сеять. Я их не дочекался. Я уже там это, это, это не так, это не так, это не это. Приехал и я им все это рассказал. Я говорю, хлопцы, тут была международка 15. Для ноутила это не годится. Колтер был широкая волна. Они мгновенно отреагировали, привезли другий колтер. Потом там маркеры были неправильно, там все. Кум у меня купил через год такую самую севалку. И они эти все моменты ушли уже. На тот момент. Сейчас все, это не топовая севалка. Они сейчас другим занимаются. Но тогда очень активно они отреагировали на это дело. Уже труба стоит спереди. Так, вот эту трубу я там делал сам. Они уже там потом сделали. То есть они почули. Тогда у них с покраской была плохая. У нас вся блаза. Сейчас они вроде бы как по-другому там делаются. Вот такой инструмент меня привел до нового тела. Носильный укладник. Китон. Его не было и близко. Хлопцы, нужно. Все, они там что-то купили у Велеса. Переробили, прислали, поставили. Да. Далее уже они делают это дело. Видите, круто, когда украинский производитель Идет на встречу клиента. Тогда же сделайте. Сделали они один, два анкера. И поставили в производство. Еще в ней недостатний ход сошника. И с копированием в ней беда. Они сделали уже параллелограмм. И пропонуют клиентам параллелограмм. Я все думал, куплю параллелограмм и решу это вопрос. Ну тоже, как-то не так. Как-то оно... Ну что, война. Кокуш уже другую себе севал. Так. Да? Да. Расскажи, ты сиел, пробовал катушкой и сиел. Я сиел и ныжней, и основной катушкой, и туковой катушкой, и разные вариации сиел. Пришел там до одного варианта, так и сиел. Не, основной катушкой сиел. Я немного подмешиваю добрых. Ага. Ну чтобы равномернее было. Да. Потому что так никак. То одну, то двое и травмирует. Когда ты пытаешься выйти на норму, ты эти зазоры уменьшаешь и оно как-то травмирует. Ага. С сиелами... Этот год вообще по-другому. Сиелами стали довольно дорогие. Ага. Я нашел компанию, которая производит... Они прессуют какие-то органические сиелами. Я не знаю, какой-то коренный помет, блин. Что-то такое. Коренный помет. Ну что-то такое, да. Рано. Мне сиелами нужно не так, как сиелами, а просто баланс. Понятно. Как что зовут? Какая сумма, которая дает возможность равномерно... Так. У них несколько вариаций по грануле. Они мне прислали образец. Разок один, другий. Я выбрал, который мне нужно. Все. Ты сказал, что не крутится, да? Ну, было у них там 7 градусов туда-сюда. Они как встали на одном месте. Так они и стоят. Так и живут. Ну, эта сиелами решает пока все мои посевные вопросы. Какие основные инструменты? Севалка, опрыскивач? У нас же опрыскивач, это же и плух, и культиватор. Это же он один. У тебя опрыскивач Богуслав, да? Опрыскивач Богуслав, звичайно купленный, беушным, доведенный до какого-то технического стану. Больше-меншего. И работаем. Вышли на низкие нормы. Форсунки Агромодуль. 50 литров воды. Льем уже 4 года. Никаких вопросов нет. Забыли, что такое вода в поле. Ничего мы не подвозим. То есть можно заправиться дома, поехать поближе? Нет, нет таких полей, все маленькие. Если поле в 6 гектаров, 300 литров налий, едь, делай. Круто. Вода это тоже ресурс. Про это видео у Дроганчука. Они в Крыму там, и они сказали, что ресурс это дорого. Ну и удобно. Так удобно, когда мало воды, это удобно. Все же Дмитриевич про свои не рассказал. Дмитриевич, ты сколько льешь? 40? Да. Вон на розовую вообще, да? Ты розовую поставил? Да, 40 литров. 40 литров. И все про эту воду. Ну так, все же ни для кого не секрет, что для глифосатов чем меньше воды, тем лучше. Вода не качественная. Ты же про осмос тоже свин не рассказал ничего. У него осмос есть. Осмос поставлю. Осмос, воду подготавливаю, очищаю. Потому что вода... Я, кстати, вот тут шланга висит. Когда были проливные дощи, ставлю тут 3-4 евро куба. И собираю 3-4 куба воды набирал дощовую. Я знаю фермера Софьевского района. У него все склады, вся вода стекается в трубы. Лежать трубы под землей. И по этим трубам наполняют емкости, которые в земле закопаны. И он оттуда берет воду и в нее вносит гербициды, фунгициды. Только и дощевой водой. У нас вода соленая, поэтому работает плохо для фасад. Особенно вот... Лимонную кислоту добавляют? Так, я за сезон 25 кг съедаю лимонки. А уксус пробовал? Я перейшов на уксус. Ото куб воды литр уксуса. Лью и... Дешевый сердит, да? Да. Не заморачиваюсь там... 12-15 гривен там, да? Сколько там? 18-19 сейчас. Это ты даже то, что... После осмоса водичка? Да. После осмоса я все равно подкислюю. Подкислюю, особенно на глифосаде. Когда я так работаю с химией, там... Энцетицидами, то лью пів литра. А на глифосад литр. Не працюю. Ну, прилипач, как положено. У меня не питание по глифосаду, когда летом обрискаешь, вот эта жара, плякана листка. Да. Потом он не працюет. Не працюет. Это я жду. Роси, доща, похолодание. Потом заезжай. И местами не забираю амброзию. Ну, я думаю, уже резистентность не какая-то есть. Потому что, смотри, рядом... Ну, даже, может, не резистентность. Может, она уже просто в такой фазе, что ты до той нормы можешь ее не забрать. И плюс глифосад связывается с пилею сразу. И он не працюет. Да. Еще один момент. Когда разрезаешь высоко, у тебя амброзия, она примерно там... Сантиметров 15. Ага. И она, как... Кореневая система залишается... Потужная. А ластового аппарата нет. У тебя достатньо листков, для того, чтобы ты потом глифосатом брезнул, и оно попало все на листки. Если ты низко сдрездил, то есть одни штурпаки. А штурпаки там листков нет, ты заезжаешь глифосатом, а она уже потом кидает новые... Да. Да. Есть нюансы. Нет. Ему просто присылают этот... Присылают постоянно комментарии, чтобы он этот... Чтобы он съел. Ну, кстати, вот там в том углу больше таких клаптик сои, можно было бы посмотреть, если бы ее... Ну, если бы она удалась, вот она была бы вот так, не больше. Ну... Ну, так... Сильно жарко у нас. Убирай, Давид. Тебе уже надо тут... Ну, так, так, так. И сейчас вот, как ты неревняешь. Так. У нас, до речи, проблема, я, когда переходил на наутит, я двече пройшелся параплавом. Вот я тоже был поперек, и вдоль пройшел, я все идеально выравнив. Осаняло все, допустим, после кировского плуга, и это в него... До сих пор эти стыки. И теперь в него, за счет того, что в него нет хода сушника, и не может достать туда. Неякость не пустя. Неякость не пустя. Неякость не пустя. Кстати, семята, вроде бы тоже, она же не параллелограм, но в ней, за счет того, что длинный грядель и ход сушника великий, вона достает. Вона туда вниз достает, но может там тиску чуть не хватает, но достает. Угу. Вот такой момент есть. Потому что я в Агромировских питал, они говорят, ты знаешь, Саннина СЧМка мает меньший ход сушника, или мы эти ДНГ. Я таки удивился, думаю, блин, ну его идеал все таки, параллелограм, оказывается, у меня больше. Севалка наступного поколения, грубо говоря. Ну так. Да, они тоже покращаются. Ну я бачу, что вот сюда же ци вси римсинтез, они скопировали эту систему раскладания, транспорт не покопировали, уже они 7 градусов сушник на сушник поставили. Но они поставили реборду, уже резиново поставили, уже не металлическую. То есть они копируют семиады. Ну оно есть, конечно, моменты. Ну лишь бы працювало. Да, працювало. Саня сказал, как по-сирому оно будет сиять, то сиял, что там, он покровник сиял, оно бы ничего не налипало. Ну что, Саня, едем до тебя? Да. Поехали.